Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях понедельника 10 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. В Сочи сгорело здание Ваира от огня. Пострадал памятник истории. Их не пугают ни штрафы, ни конфискация товара. Торговцы в подземках. К ним отправились рейдовые группы. 12 аварийных домов в Сочи расселят до конца года. Переезд жильцов в новые квартиры взял под контроль глава города. Новым папам и мамам тоже нужна помощь. В Сочи открылся Всероссийский форум приемных семей. Мед, сыр, мясо, а также товары народных промыслов. Шестая кубанская ярмарка прошла в Краснодаре. Сельхозпроизводители со всего края представили свою продукцию как для оптовой, так и для розничной продажи. Официальный старт главной ярмарки дали глава региона и председатель законодательного собрания края. С подробностями наши краснодарские коллеги. Любая ярмарка на Кубани всегда праздник. Это в очередной раз поражает своими масштабами. В экспограде собрались фермеры и сельхозпроизводители со всего края. Как на выставке птицы с подворья Нины Рыбалка. Рядом с горластыми петухами молчаливые цесарки. Их на Кубань привезли из Франции. Времени для акклиматизации бройлерным птицам не понадобилось. Всего за 4 месяца цесарки прилично набрали в весе. Это одно из самых важных преимуществ, говорит фермер. Ведь именно мясо этой птицы особо ценится и обладает диетическими свойствами. Качество мяса больше напоминает вкус мяса дикого фазана. Но мясо очень вкусное, поверьте. Вот у нас Россия уже работает этим яйцом и разводом этих цесарок. Третий год. Она не считается кроссовой. То есть ее можно содержать на племя и разводить уже в своих хозяйствах. Кубанская ярмарка – это три павильона самой разной продукции. Больше 20 тысяч квадратных метров. Агровыставка демонстрирует весь потенциал кубанских фермеров и малого бизнеса. Разнообразие продукции показывает – заниматься сельским хозяйством стало выгодно и перспективно. Но пока без государственной поддержки аграриям не обойтись. Солидарны во мнении губернатор Кубани и председатель законодательного собрания края. Праздник есть, потому что урожаи – это рекордные. Но эти рекордные урожаи нужно продать. Нужно и заработать. Иначе нет смысла говорить о каких-либо росте. Если роста в кармане, каждого селянина не будет. И сегодня задача власти в целом и моя, и администрации, и законсобрания нашего – сделать так, чтобы селянин мог зарабатывать. Мы сегодня должны развивать переработку. Нам нужно прекратить быть сырьевым регионом. Иначе нет смысла в этой беспрецедентной господдержке. И есть огромное сегодня сельское хозяйство с его огромными результатами. Не будет давать, ну, хотя бы не огромную, но хорошую прибыль. Благодаря этой выставке сегодня у нас выращивают лимоны в Отрадненском районе, виноград в Новопокровском районе. Это то, где раньше не росло. Значительно больше стали производить ягодных культур. Появились сады. Продвигается птицеводство, кролиководство. Это дает возможность зарабатывать каждой семье. Это дает возможность сделать Кубань процветающей Россию сильной. Саженцы деревьев, цветы и кустарники – это лишь часть павильона. Рядом целый зоопарк. Фермеры из Абинского района привезли молодых козочек. На ярмарке не все. Дома осталось еще около 300, рассказывает Вениамину Кондратьеву. В день дают около 100 литров молока. Реализуют все, но спрос куда больше. Это востребованный продукт. Очень востребованный продукт. Просто нужен толчок, чтобы сделать, например, переработку. Должную переработку, чтобы можно было поставлять непосредственно людям породы. Ярко выраженная молочность. То есть, если развить, мы уже будем знать, что вот, у меня есть козы, мне нужен такой-то объем. Мы можем наработать этот объем, сделать. Он обеспечит свой завтрашний день. Он выпускник аграрного университета. И он идет никуда-нибудь, не ищет что-нибудь, а он идет к себе и говорит, я верю в том, что я смогу. А если он сможет, давайте его поддержим. Тогда он сможет. Тогда и другие пойдут. А так мы будем говорить лозунгами. Так свою крыльководческую ферму уже начал расширять Денис Бабин из Успенского района и теперь делится успехами с губернатором. За помощью он обратился год назад во время визита главы региона в муниципалитет. Тогда, чтобы развивать производство, крыльководу нужны были деньги. Сегодня в льготных условиях он получил кредиты. Почти в два раза увеличил площадь своей фермы. По большому счету еще будет возможность. Готов еще расширяться? Если такие поддержки будут и в дальнейшем, то я думаю, что это уже переработка и бойник. Поддержим максимальное его развитие для создания вот такого показательного хозяйства, что может он, если он стучится в дверь и если он хочет работать. Этот комплекс должен, в первую очередь, показать экономику, во-вторых, рабочие места и, самое главное, налоги. Мы здесь ничего не теряем. Мы деньги здесь на ветер не бросаем. Мы говорим о том, что мы готовы поддержать того, кто встает раньше солнца и ложится позже луны. Свежеовощи, фрукты, молоко, рыба, колбасы. Пройти равнодушно мимо этих рядов вряд ли удастся. Все самое натуральное и сделано на Кубани. Здесь же прилавки с местными макаронами. Правда, пока этот продукт почему-то не особо пользуется спросом. Мы говорим о том, что не надо жилиться на экспорт. Мы говорим о том, что сегодня мы можем сами ее переработать, упаковать. У вас разная фасовка, большая, маленькая. Как со сбытом? С сбытом дела обстоят на Кубани. Не очень. Мы попадаем на Армению, в Сирию. А краснодарцы едят плохо. Почему, Андрей? Это проблема, о которой сегодня мы говорим. Мы говорим, давайте перерабатываем, давайте сами реализовывать, давайте сами стучаться до конкретного потребителя. Ну вот они это сделали. Со сбытом проблема заключается в следующем. Хорошо живем на Кубани, кушаем мясо, хорошо едим фрукты, овощи. Вот те страны, куда поставляют. Я понимаю, что это Азия и все остальные. Давайте не будем сами себя обманывать. Мы макароны тоже едим. Но они, потому что выпарты в упаковку. А водичные упаковки мы не едим. Давайте привыкать к этим. Кубанскую ярмарку уже проводят в шестой раз. И с каждым годом интерес к ней все больше. В Светочном павильоне приобрели розы. Мед. В основном растения успели приобрести, уже бывали. Ярмарки наши любим. Как организовали ярмарку, прекрасно. Год тому назад переехала в Краснодар жить к дочери. Я в полном восторге. Я вчера была. У меня мурашки по телу, я прям плакала. Прийти за продуктами и за хорошим настроением. Время еще есть. Работает кубанская ярмарка все выходные до 9 октября. Мария Крошная, Лена Касабова, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Краснодар. В Сочи сейчас тоже можно наблюдать все богатство субтропического урожая. Виноград, хурма, фейхуа. Все это есть не только на прилавках, но и под землей, что уже совсем не красит город. Рейд по несанкционированной торговле провели в микрорайоне Светлана. Продажа фруктов с земли бросается в глаза. Тем более здесь, в подземном переходе, где уже около трех лет запрещена любая торговля. Но, как ни странно, покупатели груш, яблока, винограда находятся, а на спрос, как известно, рождается предложение. Они не платят налоги, не платят пенсионные взносы, не платят за аренду помещения, понимаете? Продавцу не платят зарплату, сами работают. Поэтому цена ниже. Людям дешевле, конечно же. Но гарантию качества никто не может нести, потому что непонятно, откуда товар взят. Люди покупают, конечно. Спрос есть. Некоторые довольны, что мы здесь стоим, работаем. Но недовольные проверяющие структуры торговли овощами и фруктами в подземке не красят курортный город и противоречат эпидемиологическим нормам. Своим детям Лариса Воеводина эти фрукты не купила бы. Потому что антисанитария на полу стоит все. Поэтому нет, я думаю. В результате ежедневных рейдов на торговцев составляют административные протоколы. Теперь придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. Товар подлежит конфискации. Но через некоторое время все вновь на своих местах. Вот эта женщина, которая, по ее словам, под 80 торгует постоянно вблизи остановки Светлана. У них, я бы сказал, уже образ жизни, наверное, такой. Понимаете? Многие из них с семьями здесь работают. Дети помогают им. Мы неоднократно уже выявляли этот факт. Правда, на момент работы нашей камеры и сотрудников хостинской администрации фрукты были спрятаны под черный пакет. Но надолго ли? В микрорайоне Светлана у нас по улице Черноморская, выход к пляжу, есть четыре торговых места, где разрешено торговать пенсионерам. Почему вы там не торгуете? Вы можете объяснить, почему именно здесь вы постоянно торгуете? У меня ноги болят. Автобус тут. Я слезла, вот тут села. Я туда не могу ходить. Победить несанкционированную торговлю сложно. Она возникает стихийно. И те, кто перепродает фрукты и овощи с ярмарок, меняться не хотят. Хотя для них уже организованы здесь же, на Светланинском рынке, который находится в 20 метрах от подземного перехода, торговые места. Эти столи предназначены для пенсионеров. Вот раз, два, три, четыре, пять столов для пенсионеров, которые продают в пешеходном переходе. Неоднократно было сказано, что приподнимайтесь наверху без оплаты, без аренды, пожалуйста, пусть торгуют. Стоят здесь. Здесь, как обычно, просто постоят, потом как уйдут, потом спускаются опять же вниз. То есть, это просто, мы не можем ничего с ними делать. Вот, пожалуйста, столицы свободны для них. Задача у всех одна. Торговля в Сочи должна быть организованной и цивильной. Но не только от проверяющих структур зависит, появятся на тортаре ведерки с фруктами. Многое зависит и от покупателей. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи сгорело здание Ваира. Городское общество изобретателей и рационализаторов находилось в строении, признанном памятником истории. В ночь субботы на воскресенье его охватил пожар. По некоторым данным, на втором этаже замкнула проводка. Выгорело турецкое кафе. Со слова администратора, пишут очевидцы, загорелось в два ночи. Пожарные приехали в 2.35. Выгорел полностью первый этаж и частично второй, с локальными обрушениями крыши. На втором этаже располагались офисы. А ведь это здание одно из старейших в Сочи. Там еще в царское время располагался общественный клуб. Позже здесь находился городской отдел НКВД. Потом здание отдали Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов, присвоив статус памятника истории. В последние годы, помимо общества, в доме располагались также кафе и различные офисы. В Сочи сотрудники ДПС подвели итоги операции «Бахус». В результате рейдов за управление транспортным в состоянии алкогольного опьянения выявлено 50 водителей. 48 из 50 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что, согласно нынешнему законодательству, может рассматриваться как правонарушение. В отношении еще троих автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Помимо крупного штрафа и лишения прав, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы. 12 аварийных домов в Сочи расселя до конца года. Новые благоустроенные квартиры получат 125 семей, а это более 350 человек. Большинство из них заселятся в новый дом на улице Виноградная. Там еще продолжается строительство. Как продвигаются работы и как сами переселенцы оценивают новые квадратные метры, знает Ольга Десятого. Дом для переселенцев по улице Виноградная готов на 90%. Рабочие продолжают внутреннюю отделку помещений на прилегающей территории. Тяжелая техника роет котлован под парковку и магазин. Сегодня мы близки их сдачи. Первый корпус, который у нас необходимо сейчас сдать к 1 ноября, уложились. Вторым этапом будет второй корпус, где тоже есть квартиры для переселенцев. Ну и парковка, третий этап тоже не заставит себя долго ждать. Все работы подрядчик обещает завершить уже к декабрю. Встретить Новый год на новых квадратных метрах рассчитывает и семья Франович. Маргарита с сыном Александром сегодня уже в очередной раз приехали в свою новую квартиру посмотреть, как продвигается ремонт. Сейчас мы живем по улице Ясауленка в бараке двухэтажном. Здесь тоже очень хороший район нам понравилось, близко, возле дороги. Квартиры метр в метр, что называется. В общем-то нормально, хорошо. Действительно, по закону на большую площадь переселенцы рассчитывать не могут. Они получат ровно столько квадратных метров, сколько имели в своих аварийных домах. Но есть и редкие исключения. Трудно представить, но Юрий Титов сегодня живет в бараке в семи квадратных метрах. По программе переселения получил полноценную однушку. Здесь больше 23 или 21 самый маленький. То есть вы вообще довольны? Ну конечно, ничего себе. Очень. А район как вам? Район шикарный. Обалденный вид на море. Свои новые квартиры с видом на море, ремонтом и уже установленной сантехникой в доме на Виноградной уже осмотрели 86 семей и дали согласие на переселение. Но остается и такие, кто отказывается от предоставляемых администрации квартир и доводит дело до суда. Но в этом случае их ждет только денежная компенсация, равная рыночной стоимости барака. Некоторые вопросы у граждан все равно возникают, но мы им объясняем и разъясняем, что мы переселяем метр в метр по условиям 185-го закона. Стоимость предоставляемой квартиры гораздо выше, нежели их изымаемой. Разъяснять и объяснять переселенцам их права такую задачу в очередной раз поставил глава Сочи Анатолий Пахомов перед своим заместителем по вопросам ЖКХ на рабочей встрече. Мы в этом году планируем переселить состав 125 семей, это 125 квартир. Это более 350 человек из 12 аварийных жилых домов. Предоставим мы большее количество квартир, 131, потому что некоторые квартиры в ветхих домах имеют большую площадь, и там получается одной квартирой не отделаться, нужно давать две, а в некотором случае три квартиры. Потому что цифры у нас разные, мне 131, у вас 125. Люди могут обращаться на улицу Советскую, дом 38, 20 кабинет. Все жители должны быть удовлетворены, работа по переселению должна быть прозрачной, люди должны быть извещены и люди должны быть довольны. Вот для того, чтобы это все получилось, вам нужно много поработать и всему департаменту ЖКХ. Всего же за последние пять лет в Сочи расстелили 45 аварийных домов. Новое благоустроенное жилье в новых домах уже получили около 1700 сочинцев. В Сочи выбирают лучший студенческий проект на тему «Зеленые технологии». Научный конкурс студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, проходит в эти дни на курорте. Площадкой для очного этапа всероссийского конкурса уже второй год подряд Минобранауки страны выбирает Сочинский государственный университет. Все подробности в нашем следующем материале. В зале студенты и преподаватели из разных городов страны. Участники финального очного этапа всероссийского конкурса «Зеленые технологии», который проводится среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Для того, чтобы приехать на Черноморское побережье и попасть в стены Сочинского госуниверситета, студенты СУЗов прошли серьезный отбор. Из более чем 420 работ, присланных из 53 регионов страны, были выбраны всего 15 лучших. От всей массы работ было отобрано 15 лучших, по 5 в каждой номинации для участия в очном этапе. В числе образовательных организаций, которые прошли на очный этап, это образовательные организации из Краснодара, Саратова, Симферополя, Тюмени, Ульяновска, Георгиевска, Волгодонска, Чебоксар, Смоленская область, Курская область. Юлия Вишнякова в Сочи приехала из Саратова, представляет педагогический колледж имени Гагарина. Для конкурса студентка разработала проект защитной маски и респиратора с 3D-насадкой от отравления парами ртути. Данные средства не очень прошли вперед, и мы стараемся разрабатывать так же, чтобы защитить жизнь человека. И то, что наша разработка, она более удобна в применении, чем те, которые используются именно сейчас. Конкурс научных работ на тему «Зеленые технологии» проводится в трех номинациях. Экологическая безопасность производства, возобновляемые источники энергии и ликвидация последствий загрязнения окружающей среды. Я представляю энергоэффективное строительство, энергоэффективный отель на морском побережье. Инновация в том, чтобы использовать неисчерпаемые источники энергии. Одним словом, круг тем, которые представили студенты, весьма широк – от инновационного менеджмента и разработок туристического маршрута до проекта солнечной мини-электростанции. И самое главное – это не просто идеи, их вполне реально воплотить в жизнь. Сегодня в программе конкурса «Защита проектов», а уже завтра студентов ждут экскурсии по городу Сочи. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи стартовал пятый Всероссийский форум приемных семей. Курорт впервые стал площадкой для встречи представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, сотрудников образования, социальной защиты и здравоохранения, уполномоченных по правам ребенка, руководителей организаций для детей-сирот, специалистов органов опеки и попечительства из всех регионов страны и, конечно же, приемных семей. Стартовал форум с пленарного заседания, на котором были озвучены позиции государства по поддержке различных форм семейного устройства детей-сирот. По сравнению с прошлым годом количество организаций, занимающихся сопровождением опекунов, возросло в два раза. Сеть ассоциаций приемных детей стала активно развиваться в регионах. Все это следствие форума, который стартовал в 2012 году. На тот момент банк данных-сирот насчитывал 119 тысяч детей, ожидающих усыновления. Сейчас же их число сократилось до 62 тысяч. Немаловажную роль сыграла прямая линия с президентом, прошедшая в апреле 2013-го. Тогда во многих регионах приемные семьи были приравнены по статусу к многодетным. Выросло число приемных семей, возрастающих 5 и более детей. Выросло число детей с особенностями, переданные приемные семьи. За 5 лет почти на 60%. Более чем в 2,5 раза увеличилось число кандидатов, усыновителей, приемных родителей. Делать большие шаги к достижению главной цели, чтобы у каждого ребенка была своя семья, государству и местной власти помогают специализированные организации. В регионах создаются советы, сообщества приемных родителей, ассоциации, которые помогают подготовиться и оказывают поддержку при адаптации ребенка в замещающей семье. В Сочи, например, насчитывается 600 таких семей, каждая под контролем специальной городской комиссии. Профилактика проводится и среди биологических родителей. В город Сочи сегодня приезжают все со всех регионов России. Только в этом году 5,5 тысяч новых детей мы приняли в наши школы, не считая первого класса. Это огромная миграция, которая происходит в сторону Сочи. И, к сожалению, не всегда благополучные семьи сюда приезжают, на место жительства постоянное. Поэтому мы стараемся, у нас специфика учета с первого дня их пребывания. Как только семья переезжает, мы ее независимо, в хорошем она материальном состоянии, идеологическом, мы ее все равно, она для нас учетная. То есть мы смотрим, если там действительно нет проблем по семье, мы ее убираем с учета. Краснодарский край, кстати, стал одним из первых по установке бэби-боксов. В Сочинском роддоме за 6 лет в боксе был оставлен один ребенок. Как правило, отказываются от детей с физическими отклонениями и требующих специального медицинского сопровождения. Но и такие дети все же находят любящих родителей. А опекунам в этом случае необходима правильная психологическая поддержка. Поэтому многие психологи стараются принять участие во Всероссийском форуме приемных детей. В нашем Краснодарском муниципальном районе примерно 200 приемных и опекунских детей воспитываются в замечающих семьях. А этот форум мне поможет, может быть, в том, что, во-первых, это новое знакомство и, прежде всего, это обмен опытом. Форум – хорошая дискуссионная и обучающая площадка. Проводятся круглые столы, где обсуждаются вопросы эффективности подготовки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении. Проходят тренинги, мастер-классы, а также интерактивные мероприятия по проблемам воспитания приемных детей и отношений в замещающей семье. Но главный итог форума – это возможность формирования новых законодательных проектов, направленных на улучшение материальной поддержки приемных семей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Фестиваль культуры и спорта «Параарт» стартовал в Сочи. В нем принимают участие инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения из разных уголков России. Организовывают его уже в шестой раз с общественной организацией инвалидов «Стойк» и Департамент физической культуры и спорта администрации Сочи. Местом проведения фестиваля культуры и спорта «Параарт» традиционно стал Адлерский курортный городок. На этот раз значительно выросло количество участников. Добрались до Сочи, из Южно-Сахалинска, Читы, Якутии и Замурской области. Впервые принимают участие команды Санкт-Петербурга и Ростова. Второй раз участвует Донецкая Народная Республика. У нас здесь есть мастера спорта Украины, бывшие члены сборной команды Украины. И по баскетболу на колясках, и по фехтованию. Неоднократные призеры. В общем, у нас довольно-таки сильная команда. В целом же на фестивале представлено 19 регионов, более 200 участников. Все они стремятся проявить себя в спортивных и творческих номинациях. А еще важнее для них простое человеческое общение. Очень приятно нам было встретиться с нашими друзьями. Мы приехали в количестве около 20 человек. Инвалиды первой группы, второй, третий. Тщательно так готовились с радостью. Буквально перед отъездом шились наряды. Сочинская встреча такой категории россиян – показатель того, что даже находясь в трудной жизненной ситуации, опускать руки нельзя. И тому подтверждение настроения участников фестиваля, которых на курорте встретила превосходная погода. Здесь, в Сочи, готовили сборную России для Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, и которую, как известно, не допустили к играм. 94 иска подали спортсмены-инвалиды в Лозанский суд. И сейчас Международный Паралимпийский комитет именно потребовал от нас. Я просто удивляюсь, как это можно вообще требовать от нас, чтобы мы прекратили иски. А Международный Паралимпийский комитет тогда рассмотрит критерии, по которым надо нам вернуться в лоно Паралимпийской семьи. А в Сочи сложилась своя Паралимпийская семья, поддерживает которую весь город. Кроме того, на проведение фестиваля используются средства господдержки, полученные в качестве президентского гранта. С поддержки администрации это все и начиналось. И нашего клуба инвалидов, который был открыт у нас в преддверии как раз Олимпийских игр и Паралимпийских игр. То есть город всесторонне поддерживает данное мероприятие и готов поддерживать это в дальнейшем. Потому что мы видим, что это мероприятие приносит радость этим людям. Фестиваль культуры и спорта продлится до 15 октября. В его рамках участники не только выявят тех, кто быстрее, выше и сильнее в олимпийских видах спорта, но и посоревнуются в танцах на колясках. Для них развернутся творческие студии и тематические семинары. А завершится фестиваль гала концертом лауреатов и приглашенных известных исполнителей. Елена Всецна, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи проходит чемпионат России в олимпийских классах яхт. 195 сильнейших спортсменов из 19 регионов страны борются за звание чемпионов России. В противоположность субботней солнечной погоде со слабым ветром в воскресенье на акваторию пришли ветер и дождь. Первые гонки регаты состоялись. Спортсмены классов RSX 49, 49FX и NACRO 17 прошли по три гонки. Гонщики 470, лазер, лазер радиал и финн по две. Борьба велась при нестабильном ветре, силой от 4 до 20 узлов, хорошей морской волне, сильном дожде и выносном течении. Не обошлось без многократных корректировок дистанции и стартовых створов. Под конец гоночного дня ветер начал утихать, из-за чего третья гонка на зеленой дистанции была прекращена. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.